Тут прикиньте, все-все продают, тут очень-очень охуенно. Я вам сейчас покажу, во что я одета, что же офигеете просто. Привет, 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 привет. И вот, здесь такое пространство, куча всяких кабинетов, все работают, все поняли, здесь прям все собрались эксперты, шлюхи на трассе. Ладно, не будем обращать на это внимание, здесь собрались все эксперты, вот рилсмейкеры, все вот эти творческие, там дыхательные практики, короче. Мы вчера там танцевали, участвовали в разных там, не знаю, баттлах, соревнованиях, потом у нас была ярмарка экспертов, вот, мы продавали себя. Типа, вот я такая, я блогер, типа, я проявленная, я харизматичная, я была на Дом-2, типа, вот, подходите ко мне, заходите в наставничество, короче, блядь, очень прикольно. И тут реально очень-очень много всяких людей, интересно. И мужчин, и женщин, и все со всеми знакомятся. Такая классная, в общем, установочка. Я на проект не вернусь, вот, потому что для меня это как будто бы пройденный этап. Вот, мне там будет неинтересно, а вот здесь мне прям очень интересно. Поняли? Чё, как у вас дела? Приветики. А вы что вот делаете в это время, если не секрет? Сегодня же пятница, или что сегодня? Ой, смотрите, здесь тихо, кстати. Вот это вся бизнес-тусовка, но мне настолько нравится, что я бы еще раз сюда зашла. А как вы тогда смотрите, если вы работаете? Настолько, настолько по мне соскучились, что вы смотрите во время работы. Я даже, прикиньте, накрасилась чуть-чуть. У меня уже отрастают волосы. Чё, как дела? Отработала, еду в гараж, лодку готовить, наркопалку. Ну ладно-то вообще, конечно. Вот это у тебя, вот это у тебя жизнь. Вот палочка, гараж, там огромные тачки. Потом приходишь на работу, дырявишь, короче, уши, соски. Вот так, нос там. Степ, думаю. Колечко, кстати, от Ланы тоже. Классно. С Мишей, да, общаюсь. Мы с ним нормально общаемся. Ну типа, не вот так вот, что отхуесосили друг друга и все. Лана тут, кстати, одна девчонка. Она вот как-то что-то чем-то на тебя похожа. И я такая, блядь. И все, у меня сразу ностальгия, поняла. Я такая, сука, это же, это же Лана. Это же, это ее вот, это ее улыбка у нее такая, у нее. Бабушка тоже хорошо, только у меня нет времени ей позвонить, поскольку, чтобы вы понимали, я домой приезжаю в час где-то ночи. Вот, а здесь в 9.30 уже начинается работа с тренером. И поэтому она мне звонила, и я не успела бабушке ответить. Я вообще не успеваю ничего. И в сторис вам не успеваю ничего показать. А тут такой треш происходит. Девочки, такой треш тут происходит. Я бы вам все, конечно, рассказала. Но мне кажется, это не совсем будет этично, наверное. Хотя хуй знает. Хотите, блядь, я расскажу. Хотите, я расскажу, что тут происходит. Что, давайте, задавайте вопросы. И я поотвечаю. Как будто я уже арсик. Не арсик, я бы уже самого хотя бы поднялась. Сейчас вам немножко берем этик-то. Да, что, пойдете, короче, в Англию на обед. Ой, там что-то серьезно происходит. Нет, я не смешиваю. Хожу тут вот так вот красуюсь, ко мне подходит. Новое окружение, девочки. Вот так его и заводят, понимаете? Привет. Привет. Вот так вот. Вот так. Сейчас, секунду. Внутри. Нет, я длину не хочу показывать, отращивать не хочу. Да что там на дом 2 делать? Там скучно. Понимаете, это уже для меня прошлый век. Короче, вот сейчас, сейчас зайдет вот так. В общем. Знаете, что Наташа задает настолько крутые и точные вопросы, что за 7 минут она вот нашла во мне вот эту дырку, пустоту, которую я сама не могла найти и игнорировала. Поэтому пишите, опишите ситуацию свою. И Наташа вам на нее даст прям точный ответ. Вот знаете, про нее говорят не в брови, а в глаз. Вот этот, короче, она. Вообще, любой вопрос про отношения там, не про отношения, про то, что у вас депрессия, про то, что у вас апатия или что-то у вас на работе тоже не ладится. Вот что угодно можете у нее спросить. Давай пока девчонки пишут вопросы, я немножко о тебе скажу, да? Можно, Ален? Да, конечно, конечно. Просто вчера много было записано про тебя. Я понимаю, что мы здесь не успели выложить, поэтому я коротко скажу. У Алены на самом деле есть очень большой потенциал. Вы все это знаете, и вы все на него приходите. Но она не знает, как себя проявить, и поэтому она создает очень много шума. А на самом деле она просто увидела, что она может по-другому. Это настолько по-другому может быть тоже полезно этому миру. И все благодаря вот этому разбору. Я ей сказала, что на седьмой минуте мы просто нашли именно то, что ее зажигает. И это то, куда она боялась идти. Да, Ален? Да. И через это вчера было столько эмоций, столько слез, столько радости. Потому что мы все хотим найти свой свет, и все очень сильно боимся, как нам кажется, тьмы, которая внутри нас. И ты увидела, что это нифига не тьма, а просто ты не знала, как по-другому. Я всегда говорю, как мы там с тобой говорили, да, что в те внутренние, ну, как мы вчера поняли, в одного никогда не пойти нужен проводник. И вот вчера он... Смотри, Наташ, тут спрашивают, откуда боязнь денег? Боязнь денег? Вот смотри, Оксана... А подожди, ты видишь вопросы? Я просто говорила пока, я не читала. Сейчас я посмотрю. А ты читай, мне так будет проще. Ты прочитай, что там, и я буду отвечать. Давай. Откуда боязнь денег? Тогда напиши, каких денег ты боишься. Пока ты пишешь, я приведу пример. У меня клиент в сопровождении, и в одну из сессий она приходит и говорит, Наташ, все, давай сегодня срочно копать страх больших денег. Я говорю, окей, давай. Сколько боишься? Она говорит, полтора миллиона. А я знаю, что она зарабатывает 35 тысяч. Я говорю, может, мы с тобой полтенник заработаем? А когда будет у тебя корячиться полтора миллиона, тогда мы их раскопаем. Она говорит, ну, давай, мне так больше нравится. Чувствуете, да, что делает этот страх? Вы как будто бы боитесь, и он не дает вам действовать сейчас, здесь и сейчас. И заработать те реальные деньги, которые вы можете. И вот те, кто у меня в сопровождении, я говорю, не надо гнаться сейчас сразу там за миллионом, за 500. Да ты заработай 50, первые 50 твой мозг поймет, ты можешь, и дальше больше. Поэтому, знаете, это как с первой лесенки, на десятую ты не можешь раскорячиться. Да, да, да. И не надо раскорячиваться. А мы иногда требуем от себя, потому что перфекционист говорит, блин, вот я сначала... Девчонки, напишите, кто вы, эксперты, предприниматели, бьютики, чтобы понимать, то есть какая сфера, в какой сфере я могу подсветить. Мне без разницы, я предприниматель, ну, руководитель оконной компании 20 лет, и с мышлением работаю 20 лет. То есть у меня просто такой опыт, что мне без разницы в какой сфере, и у меня клиенты из разных сфер. Поэтому, Ален, есть там еще вопросы? Давай сразу там зачитывай. Смотри, вот вопрос очень-очень сложный. Здравствуйте, как начать жить заново? Погиб ребенок. Я очень хорошо тебя понимаю, просто когда у меня не стало родной сестры, которая для меня была космосом, вообще вселенной и любящей, и мамой, и я понимаю тебя. Вот с этим можешь просто написать уже в личку, потому что здесь я могу задать несколько вопросов тебе личных, ну, чтобы не было так больно вот здесь тебе. Да, согласна, Ален? Потому что это такой вопрос. Да, потому что это, ну, это так одним вопросом не решается. Ну, раз ты пришла сюда, значит, ты просто понимаешь, что можно, да, написать. Вот смотри, да, Кристан, 20-128. Напиши, пожалуйста, Наташа в личку, она тебе обязательно поможет. Поэтому без разницы, знаете, с какого вопроса вы заходите, вот как мы с Аленой, да, три дня были рядом, и все три дня, это вот интуитивно, и заметили, что вы на специалиста приходите всегда на энергию. Вот вы все пришли на энергию Алены, на живую, такую вот настоящую. И именно это вы все здесь. И насколько она может быть еще больше полезна вам сейчас, и она раскроет в себе и вот эту грань тоже. И так же, как и ей сейчас, чтобы раскрыть грань, нужен проводник. Мне в свое время, чтобы быть такой, нужен был проводник. И я всегда говорю, у меня было минимум три. В одной сфере, во второй и в третьей. И чем больше у тебя проводников, чем больше ты вкладываешь, и я всегда говорю, что ты вкладываешь деньги не в проводника, а в себя. И когда я вложила свой, ну там, не первый миллион в себя, но просто миллион одним чеком. Представляете, как моя ценность, ну, в разы просто. Да, конечно. Сейчас, ну, в основном к людям тянутся с таким прям опытом, серьезным опытом, который там, ну, действительно стоит очень-очень дорого. Потому что не каждому хочется тратить свою драгоценную жизнь, на время драгоценное, на то, чтобы вот это все переживать. И там, я не знаю, в 40, кто-то в 50, понимаешь, не осознает того, что в нем есть огромный потенциал, и что он мог эту вот жизнь разъебать. А он боялся. А он боялся. А он просто боялся, а на самом деле все, что нужно было, это рискнуть. Так вот у меня девушка недавно зашла в сопровождение, ко мне девчонки молодые заходят очень много. У меня у самой дети, я говорю, у меня двойняшки, им 26. Практически они вон, как Аленка. Вот, и когда она зашла, она просто для себя вдруг поняла. Я, говорит, боялась рискнуть. И она увидела, что самый большой риск – это остаться в шопе на том же месте. Вот это самый большой риск нашей жизни. Потому что время – это невосполнимый ресурс. И правда, в 40 так грызть эти локти и говорить, а вот могла тогда. А вот видела на эфире Алены. А вот меня это зацепило. А вот я хотела, но опять побоялась. Страх будет не всегда ко мне. Вот сейчас девушка зашла, с мамой познакомилась со мной и сказала, блин, да, ты выход, я хочу двигаться дальше. И она для себя сказала, она говорит, я боюсь. Я говорю, хорошо, что ты хочешь, чтобы я тебе сказала? Она говорит, скажи мне, не бойся. Я говорю, давай я тебе скажу. А давай я тебе скажу, бойся, потому что бояться – это нормально. Но я буду рядом, держи меня за руку и погнали. Чувствуете разницу? Да, это прям вообще охуенно. Вот я уже в истории освещала эту проблему. Вот многим не хватает, чтобы им такой человек сказал, да похуй, типа. Ты можешь бояться, ты можешь быть разной. Тебе не обязательно притворяться, но я с тобой буду. Скажите же, девчонки. И как ты сказала, да, что очень страшно, как многие, знаете, прожили какую-то боль, какую-то потерю, где-то облажались, что-то начинали делать, и у них не получилось. И теперь вы уже боитесь рисковать, чтобы еще раз не чувствовать себя там лохушкой или еще каким-то недоэкспертом, недоженщиной, недоспециалистом. И вы как будто бы не рискуете и сидите. Но только вы берете того проводника, который вы знаете, он сам прошел этот путь, он уже зарабатывает свои миллионы, ну вот как я, и он может провести вас уже, минуя вот эти вот все буйраки-реки-раки, вы будете нарабатывать свой опыт. Это не так, что я перевезу вас на себе. Но вы уже просто избежите и не потратите столько времени, вот сколько мы тратили, когда были только тренинги, а сейчас уже есть эксперты-наставники, и на самом деле главное просто выбрать своего. Согласна. А он выбирается по энергии. Вот как мы с тобой. Знаете, да, как Наташа такую вещь, прям бездец какую сказала, что мы там живем и вот смотрим на лес, какие-то там пушери, какие-то заросли. Мы такие, блядь, обходим их стороной, потому что хуй знает, что там. Типа страшно туда идти. И вообще максимально игнорируем то, что рядом с нами есть вот это вот какое-то неприятное место. И Наташа вчера взяла вот так меня за руку, и мы пошли в это неприятное место. Ебать, девочки, вы видели в историях, сколько у меня силы, сколько я энергии отрыла в этих зарослях, в этих пушерях. Понимаете? Поэтому, блядь, пользуйтесь реальной возможностью. Пока есть Наташа, задавайте ей вопросы, как можно больше, пишите в личку. Потому что она вот тот человек, который возьмет вас за руку и такая, да по хуям вообще, мы со всем справимся. И вы реально со всем справляетесь. И более того, вы там становитесь и успешнее, и увереннее. Ну, короче, это на самом деле такая ценность, ебучая, прям огромная, в человеке, вот как Наташа. Я не знаю, сколько она там должна стоить. Но мы сейчас не о деньгах. Мы сейчас о том, что вот человеку нужен человек. И как бы там, вот знаете, курсы, марафоны не проходили. Нужен человек. Вот и все. А теперь представь, мы бы с тобой вчера не поговорили. Ну, я бы так дальше, наверное, игнорировала. И заполняла, думала, что пустота, что надо вот этим всем. А на самом деле можно сразу пойти в свою реализацию. Вот и все. И не потерять только лет, времени, денег. А просто сразу пойти туда, куда надо. И не стиль, мир. Вот то, что ты несла, но еще на большей какой-то пользе. Ну, и на другой силе. Ну, что там, у девчонок, что там есть вопросы? Все такие здесь, все здесь. А вопрос, почему никто не задает? Нет вопросов? Да, они пока просто, наверное, бахуя. Но вообще, я спросила, вот до того, как ты зашла, они на работе, поэтому они долго и не могут. Ну, сегодня аж день рабочий, тем более обед. Они на обед, наверное, выходили, да, девчонки? И выходили там, посмотрели, одним окраем уху послушали, и все, и работать пошли. Слушай, ну, они же записи, да, потом могут посмотреть? И написать просто под эфиром тогда, что если есть вопросы, пусть задают, потому что это очень сильно усилит друг друга, потому что один вопрос чей-то отзывается еще 25, как минимум, людям. И поэтому просто не стесняться, а... Вот смотри, есть вопрос, учусь на психолога, но страшно начинать работать с людьми. Я очень хорошо тебя понимаю. Слушай, а можно я скажу, да, Лен, что вот у меня вот этот вот сейчас как раз есть групповое наставничество, он называется «Эксперт под ключ», где как раз таких вот специалистов, которые только начинают, я учу, как проводить диагностики, как упаковаться, как распаковаться. И вот как классно, когда сразу попадаешь, и вот у меня сейчас девчонки... А, да, я еще забыла сказать, у меня, ну, вот как моя цель, которая меня сейчас зажигает, помочь специалистам, предпринимателям выйти на миллионы больше. И цель вот сейчас ближайшая 10 миллионеров. И вот у меня девчонки сейчас, а первое групповое, там 10 человек, 10 миллионеров. Как раз вот мы сейчас работаем с тем, чтобы им выйти на миллион. Отойду. Давай. Смотри, ну, там больше про то вот страшное именно. Вот. И для того, чтобы было не страшно, нужно распаковать свою экспертность, потом ее упаковать, понять, кто ты, про что ты звучишь, и вытащить ту глубинную твою силу, суперсилу. И эту суперсилу потом уже нести в мир. И не продавать, вот как у меня девчонки, когда в мое групповое зашли, они продавали за пять сессию и не могли продать. И когда она вдруг продает пакет за 60, за 70, она такая говорит, что реально так можно было. Да, но она не знала, как. И вот это и происходит. Я же в свое время, когда училась коучингом в Эриксоне, я же понимаю всех этих специалистов. Ты вышел, у тебя куча дипломов, но ты боишься, и у тебя нет клиентов. И ты не знаешь всех технологий, которые сейчас как раз очень круто работают. Сейчас столько технологий, бери, доделай, применяй. Да, да. Вот одна девочка пишет, что я была парикмахером 20 лет, и только год начала деятельности, визажиста тоже боялась. Но любовь к работе и к людям безгранична. Вот так она написала. У меня девочка сейчас, она мастер педикюра. А вы же знаете, девчонки, все бьютики, парикмахеры, маникюр, педикюр. Вы же знаете, к вам люди что приходят делать? Они трещат и трещат. Они выливают вам все свои проблемы. А вы что делаете? Вы просто как в унитаз все принимаете, а потом вечером либо там прибухнуть чуть-чуть, чтобы как-то расслабиться, либо в клуб пойти, либо как-то сбросить, либо вам тяжело. Так вот, если вы знаете, я чувствую, что люди к вам идут и рассказывают, просто надо брать и учиться тогда. И вот она из мастера педикюра пошла сейчас, она же поняла, что девчонки к ней приходят. У нее есть такой офигенный жизненный опыт, когда, знаете, там в 21 весь город отвернулся от нее, потому что ей кто-то сказал, ну там, что она нехороший человек. И она пережила это. И люди на этот опыт приходят к ней. И все, и вот сейчас она учится как раз и быть экспертом для таких людей. И вот девчонка пишет, что они как психологи. А, да, вы от Бога психологи. И все, что нужно, реально попасть в хорошие руки и стать просто экспертом. Во-первых, перестать быть привязанным к одному и тому же столу, к инструменту, к кушетке. А раскрыть мир для себя. А моя как раз, ну, миссия, я просто все делаю, я открываю мир без границ. А оно все начинается с мышления. Поэтому самое главное, что, наверное, да, уже двигаясь к завершению, все, что нужно, это просто поменять восприятие себя, потом отношение к тому, что вы делаете, и просто понять, а как я могу сейчас максимально получать удовольствие от всех тех способностей, которые я уже наработал. и сделаете это. Круто, очень крутая мысль. А какой сейчас последний вопрос, да, есть у кого-то так, под завершение? Такой самый, давайте вишенку на торт такой, сейчас как-то забомбит кто-нибудь, мы такие, вот это вопрос. Да, девчонки, давайте прям самый такой вопрос, который вас давно-давно волнует, мы его разберем. И смотрите, как интересно, вы же к Алене приходите опять же, потому что она проявлена. она проявлена, она не стесняется быть разной, живой, настоящей. То есть вот моя сила тоже вот именно в проявленности. Вышел, сказал, а даже когда вы вопросы не пишете, вы как будто бы боитесь проявиться. И опять заметьте, что вам страшно, что вы покажетесь глупой, или неудобной, или еще какой-то. Ведь реально можно вот сейчас прям узнать ответ. И что вы делаете? Вот такие, да, 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 да. Задавайте вопрос. Девчонки, реально, вот это ваш шанс проявиться. Видите, вот как я. Привет, вот, пошли. Вы знаете, что мы с Наташей еще близнецы? Я и Наташа. Вот тут смотри, Наташа пишет, Аленка, ты изумительная, мне бы твой харизм и пакуизм. Вот что ты на это скажешь? Я бы сказала, надо просто понять, а что тебе мешает. Потому что раз ты видишь это по Алене, это есть в тебе. Да. А раз это есть в тебе, то этот потенциал, знаете, иногда как тесто. Оно уже подошло, оно уже из-под крышки выпрыгивает, а вы такие крышку закрываете и говорите, не-не-не, ну вот я же не Алена, я же не Наташа. Алена не хочет стать Наташей, Наташа не хочет стать Аленой. Они обе две звезды, и как им классно вместе, и сколько людей сейчас согреваются в поле. Ну, двух звезд, да, так по-честному. Да. Так что на самом деле просто важно понять, что мешает, и на самом деле чего ты хочешь. Вот это очень важно. А мы иногда не знаем, чего мы хотим, и, соответственно, не знаем, что нам мешает, чтобы к этому прийти. Угу, все верно. Короче, девчули, я эфир сохраню. У кого есть вопросы к Наташе, вы ей лучше личку напишите, потому что многим вот так вот, ну не помочь в прямом эфире, потому что у многих ситуации там сложные, и вообще, в принципе, индивидуальные. Я сейчас ссылку на Наташу еще выставлю, пишите, и она вам с радостью ответит. Она очень смешает. Просто у меня есть, да, у меня просто есть фишка, я говорю, что я за 15 минут каждому покажу, где вы недозарабатываете, и покажу, где ваша сила. Да. Да, и на этот разбор, который, ну, он, вот свободный, будем так говорить, чтобы вы вообще почувствовали, что вам можно быть проявленной, вам можно быть крутой и сильной. И вот как Аленка вчера быстро, ну, и как мы ржали на седьмой минуте, она вдруг поняла, а за 20 она уже поняла, что делать и куда бежать. Конечно. Вот мечта красить всех красоток и звезд таких, как Алена. Ты это можешь, тебе стоит реально написать Наташа, она вот вскроет то, почему ты это еще не сделала. Ты можешь, я тебе говорю. И увидишь путь, как это быстро сделать. Да. Да. Ой, девчонки, эфир сохраню, ссылку на Наташу кину. Я понимаю, вы на работе, не будем вас отвлекать. Вы самые классные у меня. Все, вы красотки, знаете это. Все, пока. До встречи. Пока-пока. Пока.